Привет, мы уже сыграли 5 партий, все 5 проиграли в выигранных позициях. И что будем делать в этой? Ну, не знаю. Играть в унылые шахматы? Можно что-нибудь пожертвовать. Пожертвовать. Так, ну ладно, 2-0. Пока спокойненько. Мне кажется, вот имеет смысл иногда играть спокойно. Просто как бы наращивать потенциальную энергию и уже потом веселые шахматы выдавать. Ну, c3. c3. Да, все верно. Итальянка на доске. Скучнейшая. Ну, такая возня-возня. Ну, вот храним энергию, а потом взрыв пойдет. Просто сейчас расставим фигуры, коня приведем. Сейчас нам пойдет коня 5 и будет 100 ходов в партии. Нет, сломбой 5 будет. Вот он не пошел. Вот это интересный ход. Ну, сломбой 3 сходим. Так. Почему не? Блин, а вот d4. d4 отойдет просто. Конь d2 пока что. Будем тихонечко играть. Надежно. Ого. Какие тонкие. Надежная игра. Где-то d4 надо уже поскорее. d4 здесь могло бы выиграть, но не выиграть. Потому что просто пешку даем. Но вот, кстати, соперник наш играет по-мужски. Весело. Не меняется. Не меняется. Ну, у нас преимущество по времени, наконец-то. Боже, целых 30 секунд. Так, это он пешку отдает, да? Или нет? Ну, не отдает. Почему отдает? А, тут типичная жертва. Взяли-взяли, конь e5, и там будет слону в 2 удар. Так. Да. Бить или не бить, вот в чем вопрос. Ну, я бы побил. Или конь G3. Конь G3 как-то медленно. Ладно, побьем. Побьем, чтобы позиция не была симметричной. Так, ну, не берем на e5. Не, не берем, потому что там бьем-бьем, и слону в 2 был бы удар. Так, ну, видишь, он подрывает за все. Ну, он хочет, чтобы по ступеньшкой 11-3 съесть. Ну, может, b2? Ой, то есть, bd4. Побили. Ну, давай на атаку поиграем. Все-таки мы же собирались жертвовать. Может быть, где-то пройдет там слон h7 какой-то? Слон h7, кстати. Блин, что ты так медленно говоришь? Слон h7 уже не была так. Ну, ладно. Тут, может быть, тоже что-нибудь получится. Может, ладья и 6? Не вижу. Дальше не видно, да? Не, почему. Стоп, ладья и 6. А. Стоп, ладья и 6, f и е. Конь аж 5. Ну, конь аж 5, а дальше ничего не видно. Ладно, опять времени не хватает почему-то. Ну, вроде фигуры неплохие. А, стоп. Приходится скидывать ферзя. Не, нормально, стоп. Или не нормально. Ну, интересная позиция. Да. Так, забираем ферзя. Что получилось? Как обычно, без ладей. Блин, бред, конечно. У него ферзь не ловится, вот этот новый. А как? Он на c3 хочет съесть. Ладно, надо защитить. Давай. Мы даже в итальянку умудряемся. Ого. Ферзя отдал. Ес! Это шанс. Правда... Стоп, подожди. Смотри, сейчас его ход, конь е5, некуда идти, ферзя. А, не, на f1. Шок. Представляешь, бы он все посчитал. Да, вот это, конечно, игра. Видишь, вот получилось, какой бешеный подкрут. Потому что копили энергию. Копили. Потом раз, и выстрелили. Вот, кстати, смотри. Бьем, и, наверное, здесь хорошо. Я не показываю только. А, короче, этот самый... Покажи, 15-й ход. Ну. Вместо ферзь d3 слон h7. Ну да, да, да. И в чем идея? В том, что король h7, конь g5, король... А, король g8, 6-5, и там конь f6. Конь f6, да. Но, возможно, какой-нибудь конь е6, владея е6. Да, всем спасибо за внимание. Спасибо.